Смотрите, сейчас идет спад экономики. Откуда воровать деньги? Только лишь ленивый говорил о бюджете. Мы 500 междворовых пространств, а мы подняли в сентябре прошлого года 70 миллионов. Мы календарь Майя. И нет, мы не будем спички, консервы. Давай, Лама, свет не будет, фотонный фонарь включил. Кто? Никого. И когда ты сидишь, и кто? Алло? Ничего. Страшно. Она создала критическую массу атаки. То есть я сейчас перед вами, я атакующий лидер, в общем-то. Она сделала то, что в области кораблестроения сделать считается невозможным. В области создания атаки. Я родила в Сибири, в городе Тоборске. Маша Краспутин, вам спела? Это я. И Гришка Краспутин, мой отец в орденке. Что-нибудь такое от руки, не думать. Да. Так, вот что это такое? Это, это буква И. Ну, буква И пишется обычно гораздо проще. Я нарисовываю так. Ага. Можете посмотреть, это действительно так. Но я это, я это плохо вижу. Может быть, вы поясните, что здесь, какие здесь есть, так сказать, элементы рисунка. Что-нибудь у тебя такое от руки, не думай. Да. Так, вот что это такое? Это? Мы его называем по-разному. Дух Серафим, Семикрыл почему-то его называем. Абсолютное зло. Ха-ха-ха. Я говорю, да, прям страшно. Что-нибудь у тебя такое от руки, не думаю. Да. Так, вот что это такое? Это? Какой-то аккумулятор. Какой-то аккумулятор. Ну, чего-то не аккумулятор, а какой-то. Чего-то какой-то лятор. Фрифолятор. Ну, что-то такое. Короче, я так поняла, что это типа прибора. Угу. Ну. Просто и понятно. Так. Но это и я ничего не вижу. Да. Ага. Да. Это для того, чтобы увидеть, надо это снять. А страх больше, а он накапливается. А я не снимаю подпос, страшно. Снимаю и потом бегу. И раньше эти деньги оседали, положили асфальт. Господин Пузанов, вы, наверное, не отслеживаете инвестиции. Самая главная инвестиция, которая у нас есть, это какая была хорошая программа представлена, как это все разрабатывалось. Вот все здесь киевляне находятся. Но каждый человек, прежде всего, в 27-м год, когда мы не будем запускать, а потом, оп, пресса, и что? Никому, никогда, ничего не было нужно. КамАЗ. Да. 18 тысяч, красный, желтый, яркий, маска. В руки берешь, а потом, алло, сечет. Что? Никому. Дети, маленькие. Мама, мама, мама. Мы не можем. Это понятно. Это понятно. Ну, цель этого сеанса такая же самая. Очищение от всех подключек, эгрегоров, цинозор, интерферентов, колдовства. Найдите моих лошадей. Значит, что получилось? Я когда Виктория писала, я говорю, у меня лошади в поле. То есть, я в данном случае, это лидер. Лидер атаки. А она императрица, как положено. Она сейчас императрица или будет? Будет императрица. Ну, сейчас, вот, священную пуговую. В российском, в российской империи, которая будет от Балтики и до Средней Азии. Как смеяться, не смеяться. Значит, получается так, что, значит, после первого сеанса, значит, у меня с левой ноги что-то стало бить. И так било. Это вот я объясняла Виктория, вот как будто меня палку взяли, да, и вот об ногу били. И били, и били. Думают, ну, что ж такое, это ж вообще издевательство. А потом я бы стала думать, ну, как-то странно бьется. Вот она как, да, вот как, вот нога, да, вот подходит, и вот как, ну, как здоровая такая, вот как, ну, здоровая палка, от швабры, да, вот от швабры взять вот эту вот рукоятку. И вот так, дым-дым-дым-дым-дым. А потом исчезает. Все, вроде все нормально, там, спокойно, спокойно. А потом опять подходит, дым-дым-дым-дым-дым, потом опять убежала. Потом опять думаю, да, что ж такое, думаю, смея какая-то, думаю. И главное, и потом, да, меня стало, думаю, да, странно бьется так. То есть, как, не то, что вот как интерфейс, ну, как, думаю, как будто вот ты меня знаешь, помоги мне. Что-то типа того, как собака подходит к вам ваша, да, и начинает бить, вот здоровая такая, этим хвостом. Она же не понимает, что она вам больно делает, но она так рада вам. И вот я думаю, так это же мой конь бьется, а в ногу. Думаю, о, боже, ну, больно так было. Ну, я думаю, смашинство, да, ну, какой конь. Короче говоря, значит, после этого, ну, я позвонила, я написала Викторию, Викторию, надо посмотреть на меня, потому что больно, я, вот, такие синяки будут, я же побитая буду утром вставать. Потом, значит, был сеанс Валерии. И вот этот сеанс, после сеанса с Валерией, 304-й сеанс, когда, значит, она освободила богатырского коня, когда мать Рюрика, и всё. Стишь, да блать, да божья благодать. Всё. И Виктория говорит, ну, давайте мы вас посмотрим. Я говорю, так мне не надо смотреть, у меня всё хорошо уже. Я думаю, сама думаю, что за мистика такая. Вот, потом, значит, я видела лошадей. Значит, одну, как бы, ночь такая, ну, я говорю, я вообще снов я не вижу. Но именно вот как-то такое вот состояние, да, вот, как будто лежишь ты, как бы, как, ну, вот, ты уже попроснулся, но одновременно ещё такое вот, как, можно сказать, альфа-состояние. И когда они забежали в мою квартиру, у меня маленькая двушечка, они забились в эту квартиру, как селёдки в банку, да, на те лошади. Это лошади были. И они буквально, вот, я прямо чувствую, как они стучат этими копытами. Я что-то думаю, ну, думаю, ну, как же я, они же мне, бедные, не поместятся. Думаю, мне надо переезжать в большую квартиру или в дом, чтобы они двойки всех лошадей попросили. Мне конюшня нужна для лошадей. Хороший вопрос. Спасибо. То, что вы нам предоставили. Где эти деньги? Мы сейчас поднимаем миллиарды гривен. Мы нашли, находили деньги, находим деньги. А где эти деньги, где эти люди? Да, тяжело. В том состоянии, в котором сейчас находится, тяжело, конечно, в той ситуации. И зная, что сегодня... Из конторы. Из конторы, по-каку, по-каку, по-каку. То, что бумаги какие-то, документы. Нет. Образ. Образ. Что за образ? Образ. Шереметьевский дворец. Где этот образ? В моей голове. Как не знаю. Вы видите это? Да, я это вижу. Насчитывается как захват власти. И я вижу, что там на Луне именно вот и находится вот этот компьютер. Насчитывается. Это штуковина такая. Так. То есть вот этот механизм находится на Луне? Да. Так же мне идет, что это он захвачен. Этот механизм захвачен. Перехвачен. Не захвачен, а перехвачен. Перехватить. Как будто бы кто-то украл и уносит. Вот в секторе магии. А вот прикажи этому, кто перехватил этот механизм, проявится. Кто его уносит. Это он сейчас бежит. Как будто бы вот в чем-то завернул. Потом пришел, разворачивает. Там сидят как у костра несколько человек. А, он рассчитывается как сказочник. Так. Я вижу, там сидит Мона у костра. Она не у костра сидит, а вот это как кусок луны. Вот этот тумблер, оно считывается. Программу вот эту. Компьютер. Мона сидит, смеется. Илья сидит. Это он украл. И он великий сказочник. И когда он говорит, то вот это пространство первотворца, оно покрывается тьмой и как паутиной. Я слышу наговор. Он врет о нашем чистом пространстве. Ну, на то будет возникать у всех. Мы не оцениваем как информацию из меня. А меня учили оценивать именно информацию из меня. А кто это? Аквариум. 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 И оно считывается, это как третий глаз у нее. Как какой-то резюртыш. Это этот квадрат как бы соответствует женскому органу вместо. Но женский орган не дмитана считывается орган плодородия. Он должен быть в нижних чакрах. А вот этот заменитель-символ. Он вместо этого детородного органа прямо во лбу. Но только не естественным образом. А вот этот символ. Даже постоянно звучит некрасивое слово. Интересно мне, почему так? Оно символизирует униженный статус. А что не похоже? Похоже на Библию. Библия не может, потому что не похоже на книгу. Это не предмет, это книга. Я согласилась принять как семя зверя на свое чело. Продуцировать. Продуцировать. То есть рождать. Я подумала, что рождать, порождать. Я вижу, что... Я вижу ее сознание, как из этого квадрата. Там 4 квадрата. Квадрат в квадрате. 4 штук. Вот так как экранчик выходит. И там такие как монстрики, разные как животные. И все. И дальше крест. Нельзя дальше. Тебе дальше нельзя. Это твой черный квадрат. А черный квадрат в нашей стране существует только один. Это лицо начальника главного разведывательного управления. Значит, если совпадение по этим параметрам, значит, это главное разведывательное управление. А вот каким образом? Они о вас чего-то знают. Ну, потому что главный. А у вас что-то знают. Не знаю. Просто человек. Дарвин, да. Он там идет туда. Ну, на самом деле, биологический факультет. Да, Николай Степанович. Нет, ну не надо. Вот здесь вы. Ну, согласись. Это не А36 год. А когда вызывали. И мать стоит плачет. Она плачет. А потом... А мы не знали. А мы не знали. Потому что нужен министр. А что министр? А что он министр? Мы хотим кому? И ты понимаешь, что никому! Ну, вот здесь я не совсем понял, если честно. Как это... Как вы... В какой момент, когда вы узнали, что есть эта связь? И какие свидетельства того, что эта связь существует? Свидетельство только одно. Черный квадрат. Так. А когда узнал... Недели три назад. Все-таки. Вот что способствовало тому, что вы узнали, что вы связаны с грудью? К Екатерине. Она навела меня на мысль о том, что... О черном квадрате. То есть сначала я задумывался над улыбкой Джаконды. А почему, собственно говоря, Джаконда улыбается так? Как можно заставить человека так улыбнуться, чтобы это прошло через века? Наконец-то я понял, почему Джаконда так улыбается. И пошел дальше разбираться. Ну, в конце концов, я же там слюня в апельсинах. Меня же это не учили. Также эта программа считывается как программа подкаблучник. И я вижу, что... У этого Ильи, у него, где 3 класс, там вот это характерно, и вот это прям звучит. Это би, женский орган. То есть он смотрит через призму женского феминизма. Это перевертыш. Программа перевертыш. Подчинение не конам, чистой вселенной, конам жизни, а подчинение извлеченным законам... Что-нибудь о таком, о другом, не думаю. Да. Так, вот что это такое? Это? Это буква И. Ну, буква И пишется обычно гораздо проще. Я рисовываю вот так. Ага. Можете посмотреть, я действительно так. Но я это плохо вижу. Может быть, вы поясните, что здесь, какие здесь есть, так сказать, элементы рисунка. И вот эта программа подкаблучник, подчинение законам... Тюма, звучит-то. Тюма – это пространство, где нет света. Нет истинного света, любви, гармонии, процветания. Там только везде перспектива, вот так смерть. То есть, вот, как взять этот центр, это все пространство, все пространства имеют форму шара. И на выходе, вот эти, как бляшки всегда, смерть. Куда бы ни пошел, сюда смерть в конце дороги. Хочу подчеркнуть одну составляющую. Мы не имеем юридической составляющей. Сегодня система штрафов не работает. Возвращаем то награбленное, которое было, кстати, о чем говорят. Знаете, такое, ну... И когда это происходило? Это происходило буквально несколько лет назад. Мы сейчас это все возвращаем. Когда 28-й, 29-й, 30-й? Автобусы не ходят, но... И на эти энергии как раз и притягивается. Постоянно там звучит цыганский барон. Притянулся этот Илья, потому что такое незначительное событие. Странно, чтобы развернулось вот это все так. И я вижу, что Елена отодвигает. То есть она предотвращает. Она как бы предчувствовала, я слышу. Предчувствовала это. И послушала свое подсознание. И сделала предупредительный шаг. Включила свою защиту и поднимается вот к первоисточнику. Когда 28-й, 29-й, 30-й автобусы не ходят, но... Вот когда... Если любому человеку, молдаванин, женщина, неважно, нужно... А человеку только было, надо всего лишь один кампучия, да? 38-й год, а? Красавцы! Что это за точка, Вика, считай информацию. Все, кто не понимает. Какая-то ручка притяжения. Снова я слышу соответствие. Генетический код слова. Это... Слова. Это не просто звуки. Это... Каждое слово. Это генетический код. Ключ к пространству. Угу. И у нее вот эта фамилия, оно так звучит, как будто сапоги идут, рой, 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 как солдаты такими идут, квадратными такими. И они все с сектора магии прямо идут вот туда. Людей с какими редкими именами вы встречали в жизни, и кто были эти люди? Как вам сказать? Я прожила довольно долгую жизнь. Ибрагим, вам что-нибудь говорить? Прекрасное имя. Аллах Акбар. Спасибо. Я прошла афганскую войну. Я желаю всем мужчинам пройти ее. Мужчина определяется делом, а не словом. И если я ношу кандибобер на голове, это не значит, что я женщина или балерина. И такая трепетит целый день. День и лень, день и лень, день и лень.